дошли мои руки до жилета долго он висел ждал меня сегодня я поняла что я с ним продолжу делать значит рассказываем я на два сантиметра опустила этот край плеча то есть отсюда сделала сильнее скос потому как почему-то стояли как космонавта теперь прям совсем другой вид я сделалась в нем такая огромная бабища и я по задней полочке забрала получается начиная с подруг по сантиметру под вас сошла сюда даже почти на три сантиметра к талии потому что как-то шло вот так ну и а к бедрам сошла на нет то есть ну сделала немного так перекроила здесь ничего не трогала пройму ничего вырезать не буду то есть все эти свои переделки я сделала и по верхней части жилета и по внутренней части жилета если помните внутренняя часть это я сняла с куртки сразу с подкладом синтепон есть так продается но так как я первый раз жизни такую серьезную вещь прям вот делаю на подкладе поэтому поэтому вот я прям так трепетно к ней отношусь но решила что первая такая штучка вещичка у меня будет все-таки из совсем дешевых тканей я где-то прикидывала у меня на весь жилет там совсем три копейки идет в сто рублей вкладываясь по моему полностью я хотела мехом обшить неужели не вовсе так вот я сейчас я все это сколола вот кругом булавочки если вы видите я все это сколола булавочками все-все-все-все шевелюсь и сама боюсь уколоться все-все-все кругом ровненько ровненько сколота булавочками здесь я уже занижать ничего не буду все-таки это жилет безрукавка такая ну как бы уличная и я не хочу ее слишком уж затягивать я думаю что когда я буду обшивать все это руликами мне еще нужно подумать из чего рулики сделать когда я буду обшивать всё это руликами я ее чуть-чуть сделаю посадочку надеюсь она у меня будет одинаковая и тогда вот это ну чуть-чуть как бы она припосадится я сейчас выравниваю вот эти части все делаю смётку вместо иголок чтобы когда я буду обтачивать все это чтобы я не покололась плотненько-плотненько все это вот так сметаю еще и вот тут так свободно простегаю наметкой потому что очень уж очень уж хочется чтобы нигде ничего не сдвинулось ну в общем здесь я ничего утягивать не буду по талии не хочу я хочу все-таки чтобы он был такой массивненький и вот вроде бы и все в принципе как я хотела так видно меня да ну вот такая длина получается я думаю когда он весь соберется он на сантиметр два станет короче меня все это устраивает я потом как-то еще от утюжу что-то где-то подтяну он сядет лучше ну да когда он весь сутюжится он более идеально сядет может быть я тогда здесь сделаю какую-то такую либо крючочек а может быть даже просто ну такую какую-то красивую надали завязочку что-то нужно придумать потому что на распашку это хорошо но иногда хочется будто бы чтоб держался жилет в общем-то остался осталось два этапа последний рывок называется пошла я делать потом буду снимать и показывать дальше а это я сейчас как раз села сметывать и посмотрите на нее мало того что ей нужно сидеть у меня на коленях ей нужно быть полностью в курсе всей работы ну что это такое но гляньте на этот язык все гляньте на нее гляньте на меня на полностью в жилете влезла в иголки в нитки думаю господи хоть бы не укололась все сметала я очень густой плотно верхний слой синтепоном и подклады поровняла по швам здесь немного здесь немного неровно но это все то что делая с запасом и сейчас я это все подрежу подровняю и попробую сначала опустить под оверлок а завтра хочу попасть на оптовый рынок постараюсь не забыть все таки хочу сделать не роликом обшить и мехом передумала оторачивать хочу кружево пришить у меня вот такое кружево есть в принципе и это красиво смотрится я хотела бы что-то более темное и чуть помягче потому как боюсь что если я это пришью то будет грубовато смотреться но в общем то с кружевом очень красиво я могла бы все это оверложить я бы упростила себе задачу если бы я все это оверложила и она красиво ровно лягло то не нужно было бы тогда обшивать руликом или обтачками а вот именно кружевом зашить и так прям гламурненько ну в общем остался последний рывок скажем так обрезаю и думаю как я обрабатываю все видно так ну что приступаем 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 к окончательному этапу свою безрукавку я оверложила проутюжила насколько смогла но я ее растянула так вроде одета и ничего сейчас когда буду обрабатывать постараюсь чуть-чуть все таки сделать посадку на камере так не видно но можно было еще ниже делать мне не хочется обрезать совсем открыто делать все таки безрукавочка должна быть безрукавочка мне хочется что все таки так как-то прикрывалась поэтому не хочется уже ничего переделывать ну вот сейчас я обработаю и думаю что сегодня я уже закончу и смогу показать единственное что я еще хочу мечтаю и постараюсь сделать я хочу вручную немного сделать ну как бы стежку другой стороны это будет проходить насквозь я постараюсь сделать это красиво в общем то в общем то вот так все сажусь и обрабатывать края и буду показывать дальше как всегда рассчитывала что я за часик сделаю полтора и уже десять часов вечера и я сидела пять часов ну конечно не потому что у меня что-то не получалось рука в один раз распарывала одну пройму а потому что звонок за звонком устала думала еще за коврик возьмусь и теперь у меня теперь у меня испорчено настроение я правда доделала безрукавочка очень довольна завтра послезавтра постараюсь одеть и сделать дефиле я сегодня очень огорчена спалила комод пока звонки отвечала стоял включенный утюг очень тонко постелила и комод мой накрылся пока что это незаметно визуально только на ощупь ну конечно что это теперь будет очень обидно ну да ладно господи я туда вышлю скатерочку будет лежать скатерочка все спокойной ночи на сегодня я здесь же наверно присоединю дефиле просто нужно подумать под что конечно не под такую футболочку конечно не под такую футболочку что-то придумаем посмотрю что у меня есть да в обычный свитерок в общем то должно быть что-то однотонное ну воистину говорят ручка гадит утюг гладит в общем то вот так вот и проилочку припосадила и все так хорошо села там где там где не раздвигалась некрасиво кружится я прихватила вот так полосочками выутюжила немного выкладывая вот так вот кружева потому что они очень плотные и не тянутся но я так мочила и чуть-чуть все таки дала им вот такой вот скос скругление здесь хорошо лягло здесь легко лягло здесь очень небольшое по вырезу небольшой скос ну а на горловине тоже я сделала эту же хитрость вот так натянула в том месте заутюжила заутюжила а потом уже пристрочила ну и так чтоб не забиралась кружева по кружеву сделала вот такие продольные прострочки ну именно там по горловине и в прайме вот в этих местах и все а здесь свободно вот кружится отходит свободно видно как я не стала сборочку делать она и так я сложила кружится в два вот это кружева которую я показывала сложила его в два ну и потом пристрочила вот все это в одном свете так очень-очень нарядно ну и можно уже и так одевать но хочу простегать посмотрю ну все покажу уже тогда с нарядами со своими пока 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 показываю продолжение своего жилетика без рукавочки что я уже сделала сделала значит показываю у меня есть мулине куча старого древнего еще даже с маминой молодости и я докупала ну в общем два наших два наших запаса теперь объединены в один запас вышиваю я сейчас в общем то не то что мало я сейчас совсем не вышиваю поэтому поэтому а использовать куда-то нужно продавать прошу прощения поправлю чуть-чуть его можно было бы продать это мулине люди вышивают ему броши ну в общем делают винтажные такие всякие штучки ну я уже где-то говорила у меня и жаба и хомяк и они не дадут мне это продать а использовать вот я придумала куда посмотрите я делаю стежку таким образом листья еще не все обшиты но низ я уже обшила и вот хотела я только зелень я только зелень прошила а теперь уже смотрю уже у меня руки чешутся и красная прошить во-первых он как-то будет более ярче более такой все равно будет вот как-то этот стиль еще называется такой простежки я имею ввиду не бора-бора а есть такие делают всякие штучки и так стягивают стягивают именно стежкой вид рукоделия я сейчас не помню как он называется но очень красиво тоже смотрится видела в ютубе я думала я думаю я уже все виды рукоделия знаю оказывается нет сколько еще много и переднюю часть полностью мне еще прокладывать стежку ну два вечера я думаю мне будет достаточно может быть три если я захочу еще и красным простегивать ну может быть три ну буду значит три вечера сидеть но очень хочется мне поскорее закончить и пощеголять сейчас такая погодка подходящая и так как-то красиво получается вот законченный вид когда уже эта простежка он такой как бы объемненький получается текстура такая у него меняется но в общем облагораживается все пошла делать свою безрукавку дальше покажу что получится ну и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok